МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия и Южная Африка, соответственно, будет проходить большая встреча лидеров стран БРИКС. Будет очень обширная программа, включающая в себя как фестиваль культуры, включающий в себя деловой совет БРИКС. Глава региона Сергей Иванович Морозов будет работать в составе национальной части с главой государства Владимиром Владимировичем Путиным. Будет принимать участие практически во всех мероприятиях саммита БРИКС и, в частности, будет представлять Ульяновскую область с презентацией нашего экономического потенциала, поскольку Ульяновская область – это субъект Российской Федерации, который отличается своей инвестиционной экономической активностью. Саммит БРИКС посвящен вопросам углубления сотрудничества как в политической, так и экономической и гуманитарной сферах. И важнейшими задачами данного мероприятия будет обсуждение крупных масштабных проектов, направленных на развитие торговли, направленных на развитие сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, углубления государственно-частного диалога женщины и экономика. И, соответственно, Ульяновская область – один из двух субъектов Российской Федерации. С нами будет работать еще коллега из Хантамансийского автономного округа, которому есть что продемонстрировать, какие проекты показать. Ульяновская область – это регион, который отличается своей международной активностью и участием в крупных масштабных международных проектах. Поэтому надеемся, что по окончанию наши внешние связи будут прочно развиваться, сотрудничество на межрегиональном уровне укрепляться, и у нас появятся новые экономические проекты, которые будут направлены на повышение роста экономики региона и благосостояния населения. Осветите, пожалуйста, инвестиционную ситуацию на сегодня. На сегодняшний день в целом в Ульяновской области реализовано уже более 80 инвестиционных проектов. Ежегодно создается более 20 тысяч новых рабочих мест. В соответствии с планом, который мы для себя определили на 2017 год, в Ульяновской области должно было быть создано 22 тысячи новых рабочих мест, из которых порядка 30% – это высокопроизводительные, высокооплачиваемые рабочие места, которые создаются как раз-таки в рамках реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день создано уже более 16 тысяч новых рабочих мест. 5 тысяч рабочих мест являются высокооплачиваемыми, высокоопроизводительными. Это благодаря активной инвестиционной международной деятельности главы региона и правительства Ульяновской области. Расскажите, пожалуйста, о международной деятельности Ульяновской области сегодня. На сегодняшний день Ульяновская область – один из активнейших субъектов Российской Федерации, который развивает и экономическую кооперацию на международном пространстве и реализует очень интересные и масштабные гуманитарные проекты. Сегодня мы сотрудничаем более чем с семью-десятью странами. Мы развиваем и межрегиональные связи, и побратимские партнерские отношения на межмуниципальном уровне. Нашими партнерами на сегодняшний день с активными проектами в экономической сфере, и в гуманитарной сфере выступают такие страны, как Япония, Вьетнам, Китай, Германия, Чехия и другие европейские страны. Мы активно продвигаем и позиционируем Ульяновскую область на всех площадках, на площадках международных организаций, реализуя проекты совместные с ЮНЕСКО, проекты, которые планируем реализовать с ЮНИДО и другими международными организациями. Мы сотрудничаем со Всемирным банком и другими важными на сегодняшний день и политическими, и экономическими организациями, что позволяет предоставлять информацию о возможностях нашего региона и о достижениях нашего региона в самые дальние уголки не только уже Российской Федерации, но и мира в целом. Соответственно, такая деятельность приносит свои плоды и нам удается реализовывать очень интересные масштабные экономические проекты. Как я уже обозначила, более 80 инвестпроектов на сегодняшний день уже реализовано. Это рабочие места, это высокая заработная плата, самое главное, это возможность молодым людям не уезжать из региона, а получать по мере получения своих знаний достойное рабочее место с достойной заработной платой. Спасибо большое.